Начиная с июня в Алтайский край завезли около 200 тонн арбузов. В основном из Казахстана и Узбекистана. Все они мгновенно появились на прилавках известных магазинов и на рынках. Мы совершили контрольную закупку. Один экземпляр приобрели в ленте. А вы как в начале сезона, вот в августе покупаете арбузы обычные? Ой, да по нам-то, по нашей заплате пенсии. Это не то, что там я вредна, а что дорого. Второй арбуз в Мариера и третий на Власихинском рынке. Арбуз сезон начинается уже там, в Казахстане, в Узбекистане уже 40-45 градусов тепло. Арбуз спелый. Все арбузы отправляем на экспертизу в лабораторию. В Ростельхознадзоре по Алтайскому краю нам сообщили, что все партии фруктов и ягод проверяют прямо на границе. Бывает, машины с товаром разворачивают. В прошлом году 20 тонн дыни с Казахстана вообще уничтожили. Предъявляется фитосанитарный сертификат, который подтверждает фитосанитарное состояние данного груза. И подтверждает то, что в арбузах и в подстилке, на которой они идут сюда, не обнаружено карантинных объектов. Таких, как повелика, амброзия, горчак и карантинные вредители. Это дыная муха и муха горбатка. Результаты лабораторной экспертизы наших арбузов готовы. Показатели почти одинаковые. Полученные результаты испытаний оказались ниже предела обнаружения методики, то есть в представленных образцах нитратов не обнаружено. Это лишь один из показателей качества на безопасность. Но в чем мы теперь точно уверены, во всех трех арбузах нитратов нет. Это значит, что ничего искусственного в полосатой ягоде не обнаружено. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.